Ну, поскольку в нашем доме появился еще один хомячок. А, вот и подарок для хомячка на Новый год. Нужно эту девочку назвать. А, а ей пряник не прислали. Всем изи привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. Меня зовут Изи Роза. А это кто? Вы ее, наверное, не знаете. Нет, это не Фанта. Смотрите, у нее уже нет белой полоски. Вы, наверное, совсем не узнали. Но многие задают вопрос, кого из хомяча от Фанты мы оставили. Так вот, это хомячонок Фанты. Правда, на хомячонка уже совсем не похоже. Эта девушка уже взрослая. И ей в начале января будет целых два месяца. Она живет отдельно. И мы сегодня хотим ей сделать новогодний подарок. А заодно с вами пообщаться и поговорить вот на какую тему. Ну, поскольку в нашем доме появился еще один хомячок. Вернее, появился он давно. Но нам нужно же придумать ей имя. Итак, маму ее зовут Фанта. Папу зовут Микки. Девочка вот такая пушистая, толстенькая, с густой шерсткой, бежевого цвета. Красавица просто. Для инстаграма прелесть, а не хомячок. И все такие хомячки уже разъехались из нашего дома. Осталась только одна ее сестричка, которая тоже очень скоро уедет. Просто она ждет поезда. Как это ни странно звучит, который будет от нас уезжать 29 числа. В самый Новый год она поедет к своей новой хозяйке. Ну и что? У хомяка чистота и порядок. И единственное, чего не хватает здесь, это корма. Правда? Ну-ка, смотри, я тебе корм принесла. Большой любитель еды. И принесла ей вкусняшечку. Зимнюю, полезную. Называется брокколи. Вот такую капусту хомячкам можно. Она меня нюхает. Говорит, ты кормом пахнешь? Держи брокколяшечку. Красиво выглядит такой персиковый хомячок рядом с брокколи. Ну и поскольку мы всем нашим хомякам дарим новогодние подарки, то, конечно же, этой девочке я тоже подарю подарок. Что-то она не знает, куда такую ценность деть. Нет, это еще не подарок. Это просто еда. Просто ты брокколи, наверное, не ела. Ты забыла, где домик. Потерялась. Так понравилась брокколи. Куда же его спрятать? А то, не дай бог, отберут. Кстати, все наши хомяки, которые родились у Фанты, приучены к туалету. Поэтому их новые хозяева должны очень даже легко справляться с этим. По крайней мере, та девочка, которая осталась у нас, она с туалетом справляется отлично, поэтому убирать у нее совсем несложно. Как видите, она всеми повадками в маму, потому что постоянно пытается сбежать. А вот и подарок для хомячка на Новый год. Подпишись, даже если у тебя лапки. Вот такой подарок мы дарим хомячку своему к новогодним праздникам. Ну, это, можно сказать, полноценная еда, хотя не совсем. Тут состав не слишком хороший. Это просто погрызушка, чтобы стачивать зубки. Корм должен быть более полноценным. Так сказала даже ветеринар. Ой, смотрите, из корма из нашего прилипла на хомячка зеленая гречка. А хомячок отсюда выбирает вкусняшки. Поэтому корм все равно должен оставаться в миске. А погрызушку она будет потихоньку стачивать. Неуж не знаю, насколько ей хватит, но я думаю, что надолго. Любим мы дарить такие погрызушки всем нашим хомячкам. Но дело в том, что наши хомячки любят погрызушки определенной фирмы. Престиж. А нам, к сожалению, попадаются не всегда они. И не всегда их привозят к нам в город. Поэтому вот какой нашли погрызунчик, тот хомячку и дали. А в Престиже мне все-таки больше нравится. И хомяки лучше обгрызают. Там зерна покрупнее. И состав намного интереснее. Кроме того, там хомяки сгрызают даже картон. Так им нравится. Там нет ничего, кстати, вредного. Где-то давно-давно на канале я делала обзор погрызушек от Престижа. Так что, если найдете что-то из Престижа для своего хомячка на Новый год, обязательно покупайте. Мы тоже постараемся где-нибудь найти. Заказать хотя бы по интернету. Ну и, ребят, с девочкой вы познакомились. На нее посмотрели. Очень похоже на маму. Совсем не похоже на папу. Ну, разве что, наверное, ушами. Хотя, мне кажется, у Мики даже уши пушистые. И давайте вам задание я дам. Вот такое, непростое, а может быть простое. Нужно эту девочку назвать. Желательно побыстрее. Потому что мы хотим к Новому году все-таки оформить превьюшечку для нашего канала. Там же, вы знаете, не хватает Умки, который очень сильно изменился. Там не хватает Аммы. Ну и надо еще эту девчонку будет туда же добавить. Пока других у нас не предвидится. Но поскольку у нас постоянно состав меняется, то не успеваем мы переделывать начало видео. А это очень сложный процесс. Отснять хомячка, чтобы он сидел ровненько, чтобы двигался так, как нам нужно. Это целое дело. Поэтому зачастую мы превьюшки делаем очень долго. Так что давайте быстрее придумываем ей имя. Это девочка. Придумывайте имя. Не знаю, на какую букву. Мне все равно. Мне главное, чтобы оно было пушистое и милое, как она. А я перехожу к нашей постоянной рубрике распаковка писем-посылок от наших подписчиков. И сегодня в нашей рубрике распаковка писем-посылок посылка от гребень АО из Софрина. Ребята, я распаковала и поняла, что посылка пахнет едой. Сильно. И следы такие. Как будто там внутри... Не знаю. Оооо! Да ладно! Ребята, нам такого еще не присылали. Здесь есть кусочки печенья, бублики, пряник. Это нам прислали, видимо, к чаю. Ребята, ну чтобы вы понимали, у нас некоторые посылки по месяцу лежат, потому что мы не успеваем распаковывать. Эта посылка лежит 17 ноября. Судя по бумаге, Алисе тоже что-то съедобное прислали. Ааа, а ей пряник не прислали. Алисе тоже прислали печенье с каким-то наполнителем, бублики. Знаете, я смотрю, Алиса без пряника осталась. Но зато у нее печенье типа Орео, только светлое. Надпись «Чай для всех, кроме животных». О, класс! Мне, кстати, вот этот чай нравится, Ройбуш. Алиса тоже выпила, ей понравился. Это какой-то чай неизвестный. Непонятно, чем пахнет. Больше пахнет пряниками, которые были в посылке. Есть что-то похожее на ромашку под названием Милфорд. Есть Ричард чай. Еще что-то тоже похожее на ромашку. Но не знаю, оно не похоже это на чай. Дальше. Есть Ричард тоже, но упакованный. Короче, много-много разного чая. Это, знаете, можно челлендж устраивать. Угадай чай. А вот эта штука больше на черный чай похожа. Или на какую-то темную траву. И еще вот такое вот что-то. И еще. Знаете, вы если вот присылаете без пакетиков, без надписи, вы хотя бы подписываете. А то вдруг я потом захочу такой чай купить, а я не буду знать, что я пила. Но все равно спасибо большое. Огромный выбор чая нам и печенье. Но поскольку оно все засохло, придется, наверное, в чай размачивать. А здесь надпись трубочки. И внутри для каждого из нас запакованы трубочки. Две розовые, девочкам одна синяя мальчику. Даже не знаю, может чай попить. Так, а здесь письмо. Оно тоже запаковано в конверт. Есть письмо от Ани и есть письмо от Насти. Давайте от Ани прочитаем. Так, огромное письмо. Ну, привет, я Аня. Пишу второе письмо. И я же написала посылку. Ну, имеется в виду, что на посылку прислала. У меня есть много животных. Два хомяка сирийских. Хомяк Соня Джунгарик Луна. Кошки Мама. Кошка Буся. Дети Нюша, Жужа, Сильва. Немецкая овчарка Люся. И Куры. Я нарисовала Тедди на радуге. Очень жаль. Я очень люблю вас. Мы поссорились с Аней Гостевой. Она начала спамить, обзывать нас. Мы в 2021 году поедем в Керчь. Но когда мы туда приедем, вы устроите фан-встречу. Я очень хочу с вами встретиться. А может, даже куплю хомячка, если будут. Но вроде все, пока. Конечно, приезжает. Алиса любит встречаться с подписчиками. Спасибо большое за письмо. Отправлять вам посылку номер 3. Ну, если хочешь, отправляй. Будете показывать всех хомок? Будем. Можно рисунки на стенку? Это Алиса решает. И первый факт я попала в комментарии под видео. Поздравляю тебя. И у нас есть второе письмо. Оно уже от Насти. 9 лет. Привет, Изи-семья. Мы решили сделать еще одну посылку. Я надеюсь, вам понравится наша посылка и рисунки. Мне, если честно, очень жаль Тедди. Помним, любим, скорбим. Мы поссорились с Аней Гостевой. Она забыла сказать, от кого это письмо. А так, это письмо Насте Голубевой. И это я. И да, у меня есть хомяк Алиса. Это девочка. Она Джонгарик. А еще у меня есть канал Дифридок, наверное. Я хочу попросить, подпишись на меня, пожалуйста. Ну, думаю, все. Люблю, целую пока. Кстати, понюхай рисунок Вася. Он вкусно пахнет. Ну, я надеюсь, что да. Но все пахнет пряником. Переверни. Вопросы. Чудесные вопросы как раз к Новому году. Почему Оливье называется Оливье, если там нет оливок? Потому что Оливье – салат, который придумал француз, которого так звали. Раз мы видим воду, то рыбы видят воздух. У рыб немножко другое зрение. И мы воздух не видим. Почему молоко в корове не портится, а в холодильнике портится? Ну, потому что в корове не заводятся в молоке бактерии. Хотя, если молоко там долго застоится, оно тоже испортится. Просто его вовремя дует. Так, папе тоже прислали много-много печенек. Папа большой любитель сладкого. Что же прислали из папе? Папе тоже прислали пряник и печеньки. И вот такое печенье со срединкой, с наполнителем. Девчонки, спасибо большое. Мы чаем, обопьемся и обгрыземся этими печеньями. От Насти 9 лет рисунки и от Ани рисунки. О, боже. Не этот рисунок, говорили, понюхать. Да, он пахнет. Ручки, мне кажется, здесь пахнут. А может быть, чем-то побрызгали. Хотя, знаете, вся посылка пахнет пряниками. Вася суперой получился. От Насти, которой 9 лет. Она также украсила кнопку. И у нее ассоциация, что кнопочка 100 тысяч и кнопа. Это что-то общее. Зайка. Зайка от Насти. А что значит зайка? Может быть, это куки? А может быть, просто зайка какой-то из Теша. Я, наверное, какого-то в видео зайкой называю. Из Теша. И рисунки от Ани. Она пишет, что любит Фанту. Да, и на рисунке действительно Фанта. Фанта, супер Фанта. Класс, кто не верит тому в глаз. Очень красивый, яркий рисунок от Ани. Фанта и Хомки. От Ани Гребень. Красивые рисунки. Очень насыщенные, яркие. Я не знаю, Алиса, может быть, действительно на стену повесит. А здесь нарисован Теддик, который ушел на радугу. И на Фаня, который плачет и идет дождик в тот день. Ой, сгрустнулась. Тедди любим, помним и скорбим. Это написала Аня. Ну и давайте радостная стрелка посмотрим. Потому что она яркая. Спасибо. Последний рисунок яркий, повеселил. Здесь стрелка с сердечками. И Аня подписала, что это рисунок от Ани Гребень. Правильно, подписывайте свои рисунки. Будут висеть на стене, будет видно, от кого они. Ячонки, спасибо вам большое за такие прекрасные рисунки. Спасибо вам большое, Аня. Спасибо тебе большое, Настя. Замечательная посылка. Единственное, что, знаете, с едой как-то старайтесь, наверное, не присылать. Потому что, во-первых, почтальоны обзавидуются на почте. А во-вторых, к сожалению, я не успеваю распаковывать посылки вовремя. И вот пряники и печенье, они подсохли. Их, конечно, в чае размочить можно. Но я боюсь, что наш папа поломает зубы. Он очень любит сладкое, не сможет удержаться. Передаю вам огромный привет в видео. И Ане, и Насте спасибо вам еще раз. Ну и не забывайте переходить на наш канал Изи Роза. Встретимся там прямо сейчас в чате премьеры. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!